В этом зале учителя родных языков и литературы, начальники управления образованием, методисты, представители общественных организаций. К слову, на этот круглый стол пригласили всех, кто заинтересован в обсуждении вопросов сохранения родных языков. Как известно, Карачаево-Черкесия – это второй после Дагестана субъект нашей страны, где в Конституции официально закреплены пять государственных языков. На каждом из них выходят учебники, научная и художественная литература, печатаются газеты, вещают радио и телевидение, работают национальные театры. Казалось бы, все ресурсы для популяризации родных языков есть, но эту работу нужно усилить. В этом году по поручению главы республики не менее трех часов изучаются как учебный предмет в школах республики. Но этого недостаточно. Необходимо проводить большую работу. Для нас очень важно сохранение и развитие своих языков, своих обычаев, традиций в нашей республике. В последние годы учителя родных языков и литературы, чтобы заинтересовать детей, стараются применять самые разные методики. И здесь, на круглом столе, они готовы поделиться опытом. Фатима Лайпанова на уроках использует игровые и компьютерные технологии. Ее ученики озвучивают мультфильмы на карачаевском языке, ставят сценки в школьном театре и играют в старинные игры. Я использую игровые технологии, которые помогают мне раскрыть детей, которые расковывают детей в таком плане, что они начинают говорить на родном языке, сами того не замечая. Хотя раньше у них был какой-то психологический барьер. Также я использую, конечно, компьютерные технологии, без них сейчас никуда. И стараюсь в современном формате преподавать им родной язык, насколько я могу по своим возможностям и по нашим сегодняшним технологиям. Кстати, Фатима Лайпанова не раз становилась призером региональных конкурсов среди преподавателей родных языков. А в этом году стала победителем межрегионального конкурса «Мы разные, но равные» в Грозном. В нем принимали участие 9 педагогов из 7 регионов страны. Каждый из них прошел 4 испытания – визитная карточка, методическая мастерская, мастер-класс и мир моих увлечений. Победа дает результат моей деятельности, получается, на лицо. То есть не зря я работаю, получается, что я все-таки использую хорошие технологии. Я являюсь учителем, который может дать что-то инновационное для других учителей. Что мой опыт работы, он тоже ценится и что-то значит. Как отметили собравшиеся, решить проблему сохранения родных языков невозможно лишь усилиями детского сада и школы. Очень важен вклад родителей. Семейное воспитание оказывает колоссальное влияние на формирование языковой личности ребенка. Он должен с малых лет постигать язык отца и матери. И к этой работе должны активно подключаться общественные организации, проводя с родителями встречи и беседы. Мы с ними проводим профилактические беседы, разъясняем, насколько важно изучение родного языка в семье. Мы им объясняем, что все мероприятия, которые мы проводим, это лишь полумера. Потому что их вклад, он все-таки более основной, более существенный. В большей степени они слышат, они пытаются это все применять в практике. И мы на сегодняшний день уже видим какие-то существенные результаты. Мы видим улучшение знаний родного языка в школах, в среде уже более младших школьников. По итогам этой встречи был сделан вывод. От грамотной, слаженной и скоординированной совместной работы органов исполнительной власти, до школьных и образовательных учреждений, общественных организаций и семьи, зависит сохранение родных языков. И работу в этом направлении надо продолжить. Тарина Зарва, Назир Капышев, Архиз 24.